Вот она, функция Эйлера. Мы сейчас должны научиться для любого натурального числа вычислять эту самую функцию Эйлера, узнать некоторые ее свойства и, как гаусс, доказать теорему о первообразном элементе при помощи свойств функции Эйлера. На самом деле есть доказательства и без функции Эйлера. Мне оно, на самом деле, даже больше нравится. Но давайте выучим оба доказательства. А главное, функция Эйлера интересна сама по себе. Поэтому, знаете, все равно ее надо узнать. Давайте возьмем какое-нибудь не очень большое число. Например, число 30. Давайте представим себе, я не буду это сейчас делать, но представим себе, что под каждым числом здесь написано 30-х. Под каждым числом написано знаменатель 30. Ну, в общем, надеюсь, что все это представили себе. И сократим каждую из этих дробей, что называется, до конца. Давайте на соседнюю доску напишем ответы. Здесь я уже буду писать знаменатель. Одна тридцатая, одна пятнадцатая, одна десятая. Согласны? Да. Одиннадцатая, две пятнадцатых, одна шестая, одна пятая, семь тридцатых, восемь тридцатых, это то же самое, что четыре пятнадцатых, девять тридцатых, это три десятых, десять тридцатых, одна третья, одиннадцатый тридцатых, так и будет одиннадцатый тридцатых, и двенадцать тридцатых, так, на шесть сокращается, получается две пятых. Вот. Вот я третью часть работы сделал. Теперь тринадцатый тридцатых, четырнадцатый тридцатых, это семь пятнадцатых, пятнадцатый тридцатых, одна вторая, половина работы сделал, шестнадцатый тридцатых, это восемь пятнадцатых, семнадцатый тридцатых, так и будет, восемнадцатый тридцатых сокращается на шесть, получается три пятых, 19,30 остается. 20,30 это 2,3. Можно я сделаю так? 21,30 это 7,10. Теперь сюда. 22,30 это 11,15. Процедура долгая, но зато абсолютно понятная. 24,30 4,5. 5,6. 26,30 это 13,15. 27,30 это 9,10. 28,30 это 14,15. 29,30 несократимая дробь. И 30,30 это 1,5. Ну вот. Мне кажется, это абсолютно понятная конструкция. И разумеется, ее можно сделать для любого натурального числа n. Если уж я не придется это сделать, то я сразу нашел сколько несократимых дробей с знаменателем 30. Давайте их выделим. 1,30. 2000 числа 30 получается. 11,30. 7,30 просто. 7,30. Спасибо. Уже 3 числа. 4 числа. 5,6,7,8. Вот. Я нашел значение. Функция лейлера от числа 30 равна 8. Очень хорошо. Но если приглядеться, то здесь есть дроби со знаменателем 15. 1,15. Это 1,15. 2,15. 4,15. Уже 3 дроби было. 4,5,6. 6,6,7,7,8. Значит, фи от 15 это тоже 8. И вы видите, все числа от 1 до 15 взаимно простые числа 15. Вот они. Числа 1,2,4,7,8,11,13,14. Замечательно. Вообще-то ровно та же ситуация с всеми другими делителями числа 30. Давайте пойдем по порядку. Скажем, что такое число 10. 1,2,3,4. Фи. Функция лейлера от 10 это 4. Хорошо. Что там дальше? Какие есть еще большие знаменательства? Ну, 6, если из того, что осталось. Давайте берем 1,6 и 5,6. Значит, фи от 6 это ваш факт. Так. Есть еще пятерка. Одна пятая, три пятые. Две пятых пропустили. Две пятых, да, конечно, две пятых есть. Так. И четыре пятых. Значит, фи от 5 это 4. Ну, вообще-то осталось совсем чуть-чуть. Осталось еще число 3. Таких пробей всего-то две штуки. Это одна треть и две третьих. Фи от 3 это 2. Ну, и двойка. Ну, и двойка. Так, у меня уже когда-то две. Ну, давайте теперь двойка. Фи от 2 это единица. Ну, и фи от единицы осталась вот эта вот. И такая вот замечательная, единственная, только одна первая. Смотрите. 1 плюс 1 плюс 2 плюс 4 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс 8 это вообще 30. Это вообще 30. Ну, видите, да? 8 плюс 2, 8 плюс 2 и 4, 4, 1, 1. Это не случайно. Потому что мы здесь выписали все числа от 1 до 30 и превратили, ну, написали вниз в знаменательное число 30 и превратили каждую дробь со скротином. Поэтому мы доказали замечательное свойство функции Эйлера. Сумма фи от 3, взятая по всем делителям натурального числа n равна этому самому числу n. Совершенно замечательное свойство. А знаете, почему оно нам будет приятно и интересно? Здесь написано в теореме, которую мы хотим доказать, что если число p простое, то элементом порядка r будет фи от n штук, где r делитель числа p минус 1. Значит, если вот в этой формуле вместо n взять p минус 1, ну, а вместо t взять то самое r, то вот эта формула в некотором смысле является подтверждением теоремы Гаусса. Потому что если бы вот для n равного p минус 1 формула была бы неверна, то и теорема тоже автоматически была бы неверна. Потому что у нас всего ненулевых остатков p минус 1, но у каждого есть какой-то свой порядок. Так, хорошо, хорошо. Некоторое подтверждение еще не доказано теоремой прозвучало. Вот.